Добрый день, уважаемые слушатели! Продолжаем курс лекций по дисциплине судебная экспертология. Сегодня мы с вами продолжаем рассмотрение классификации судебных экспертиз согласно плану, который вы можете наблюдать на слайдах. Цель все та же – сформировать у студентов понимание классификационных оснований судебной экспертизы. Мы с вами говорили о том, что классификация судебных экспертиз предусматривает подразделения, во-первых, на классы. Есть класс криминалистических экспертиз, класс некриминалистических экспертиз, которые в свою очередь подразделяются на те классы родовиды, подклассы, скажем так, которые не требуют, вернее, не требуют знаний криминалистики, но криминалистика не является базовой материнской наукой для этих родов видов экспертиз. Вот, пожалуйста, судебно-медицинские и психофизиологические экспертизы, которые подразделяются на судебно-медицинскую, судебно-психиатрическую, судебно-психофизиологическую, психологическую и судебно-психолого-психиатрическую экспертизу. Судебно-медицинская экспертиза, в свою очередь подразделяет в зависимости от того, какие объекты исследуются. Судебно-медицинское исследование трупов, судебно-медицинское освидетельствование живых лиц, судебно-медицинское исследование вещественных доказательств. Далее хочу отметить, что судебно-психиатрическое и судебно-психологическое — это два совершенно разных рода судебных экспертиз, потому что базовыми материнскими науками в одном случае является психиатрия, а в другом — психология. А четвертый пункт — судебная психолого-психиатрическая экспертиза — это то, что требует комплексирования. То есть психолого-психиатрическая экспертиза судебная, она всегда комплексная, потому что требует применения специальных знаний из различных отраслей. Это различные науки — психиатрия и психология. Если мы рассматриваем судебно-медицинскую экспертизу, то важно понимать, что ее предметом являются медицинские и медико-биологические вопросы, которые возникают при проведении досудебного расследования, судебного разбирательства дела. Объектами исследований в ходе судебной экспертизы судебно-медицинской являются вещественные доказательства, документы, предметы, животные, трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, а также те материалы, дела, по которым проводится судебная экспертиза. Исследования могут проводиться и в отношении живых лиц. Когда мы говорим о психофизиологических экспертизах, то мы должны понимать, что предметом психофизиологической экспертизы являются психофизиологические признаки поведения, направленные на сокрытие какой-то осведомленности, допустим, подозреваемого, обвиняемого или свидетеля, об обстоятельствах, которые имеют значение для уголовного дела. Вот объектом судебной психофизиологической экспертизы являются физические лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми в совершении преступлений, ну, как правило, против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних. Кроме того, значит, объектами являются материалы дела, по которым проводится судебно-психофизиологическая экспертиза. Кроме того, в классе некриминалистических экспертиз мы рассматриваем судебные, инженерно-технические экспертизы, и они подразделяются в зависимости от того, какие специальные научные знания необходимы для исследования специфических объектов и для решения вопросов, интересующих, допустим, следствия. Это пожаротехническая экспертиза, экспертиза по технике безопасности, строительно-техническая, электро-техническая, компьютерно-техническая. Вы видите, что здесь базовыми материнскими науками, то есть отраслями знания, являются какие-то инженерно-технические отрасли. Кроме того, смотрите, отдельным классом идут судебные инженерно-транспортные экспертизы, там, где объектом исследования являются какие-то транспортные средства. И в зависимости от объекта исследования эти экспертизы, инженерно-транспортные, подразделяются на автотехническую, авиационно-техническую, железнодорожно-техническую и какие-то иные инженерно-транспортные, потому что вы понимаете, что круг объектов, движущихся, он достаточно широк. И поэтому вот эта обтекаемая такой иные инженерно-транспортные экспертизы, оно включает в себя всё остальное, что не включено в первые три разновидности автотехнической, авиационно-технической, железнодорожной технической экспертизы. Теперь ещё отдельный класс – судебно-инженерно-технологические экспертизы. Почувствуйте разницу инженерно-технические, инженерно-технологические, то есть то, что связано с процессом, с производством, да, чего-то. Технологические экспертизы, они назначаются для определения состояния технологии, качества продукции и соответствия качества продукции стандартам либо техническим условиям. Вот, допустим, в этом же классе экспертиз, да, рассматриваются товароведческие экспертизы. Они проводятся в отношении промышленных и продовольственных товаров, пищевых продуктов, ну, совершенно различных категорий именно того, тех материальных носителей, которые принято называть товаром. В настоящее время судебно-товароведческие экспертизы принято выделять в самостоятельный род. И к предмету этого рода относится и определение соответствия качеству продукции стандартам и нормативам. То есть это никакая не экспертиза веществ и материалов, когда мы определяем качество продукции, это чисто товароведческая экспертиза. Другое дело, что для установления качественных показателей должны использоваться какие-то методы материаловедения. Теперь, объектами инженерно-технологической экспертизы могут быть различные категории, да, объектов. Это техническая документация на оборудование, то есть это может быть сертификат и качество какие-то. Кроме того, это техническая документация, кроме того, допустим, регламент технологический производства этой продукции, оборудование, на котором выпускается продукция, и документальные сведения об исследуемом событии и о действиях персонала. Очень большой класс судебно-экономической экспертизы, который включает в себя бухгалтерскую экспертизу, финансово-экономическую экспертизу, инженерно-экономическую экспертизу. Вы должны понимать, что это не одно и то же. Почему? А потому что вы, если рассматриваете экономику, экономические науки, то вы можете узнать, что и знаете. Бухгалтер – это совершенно отдельная единица, которая обладает специфическими своими специальными знаниями именно в области бухгалтерии. Финансы – это другое. И, допустим, экономическая служба, экономическая экспертиза – это свой специфический объект исследования. И даже если он совпадает с объектом бухгалтерской или финансовой экспертизы, то экономическая экспертиза решает свои специфические вопросы, свои специфические задачи. То есть, смотрите, бухгалтерская экспертиза исследует и анализирует записи и данные о финансово-хозяйственных операциях, которые отражены в бухгалтерских отчетах каких-то, в учете организаций для установления наличия или отсутствия в них данных в искаженном виде. То есть искажения, приписки, недописки, пересортица и так далее. Финансово-экономическая экспертиза – предметом финансово-экономической экспертизы является финансово-хозяйственная деятельность хозяйствующего субъекта, в том числе финансовые операции и показатели процесса формирования и отражения их в учете. А инженерно-экономическая экспертиза, вот ее предметом является круг фактических данных, которые устанавливаются в отношении результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятий, организаций. И рассматриваются какие-то отдельные стороны производственного процесса экономической, допустим, эффективности инноваций в сфере производства, негативных явлений в системе оплаты труда, а также условий, которые способствовали появлению вот этих вот негативных явлений. И смотрите, разъясняется, что является объектами судебно-экономических экспертиз. Вы видите, что объекты, они воспроизводятся, они могут быть одинаковыми для различных видов судебно-экономических экспертиз, но задачи ставятся разные и решаются различными экспертами. На этом классификацию судебных экспертиз мы рассмотрели, поэтому благодарю за внимание. Продолжение следует...